Вот Запись пошла Слава Богу Слава Богу Вроде как получается Слава Богу Приветствую всех Братья, сестры Всех Приветствую именем Господнем Приветствую всех именем Иисуса Христа Слава Иисусу Христу Слава навеки Богу Святому Я включился на несколько минут пораньше Чтобы все проверить Настройки правильно Или все работает Вижу все работает, все включено Вот Вроде как не зависает Так И здесь есть Такое окошечко у меня Да, вот вижу Здесь сообщение Друзья, пишите сообщение Я вот буду их читать Здесь я могу не успевать А вот на том мониторе Я могу видеть их Ну и как бы перечитывать Да, слава Богу Господь благостави Сегодняшнюю ночь Бдение Благостави Сегодняшнюю Сегодняшнюю трансляцию Благостави Господь Сегодня всех верующих Разных конфессий Динаминации Религии Организации Юрисдикции Направлений Пусть прославится Твое святое имя Имя Иисуса Христа И здесь В нашей Архиепископии Киевской Вот в этом эфире Сейчас Пусть прославится Господни Боже Всех подключающихся Всех Кто будет подключаться И в этом часе Сейчас И в течение ночи Этой Кто будет подключаться В эфире Благоставляя всех Во имя Иисуса Христа Болящих Исцели Господь Боже И да прославится Твое святое имя Отец наш Сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет Царство Твое Да будет воля Твоя На земле Как на небе Хлеб наш насущный Дай нам на сей день Прости нам долги наши Как и мы прощаем Должникам нашим Не веди нас в искушение И избавь нас от лукавого Ибо Твое есть царство И силы и слава Во веки Аминь Слава Богу Дорогие друзья Братья и сестры Благоставляю всех вас Я делаю запись еще Поэтому Трансляция Вот Ну как бы Официально вот через минуту Начнется Через даже две минуты Почти Значит Но Значит Вот в таком Приготовлении Я молюсь сейчас И вот кто подключился Молитесь вместе со мной Действительно Божьем чуде Эта ночь Она Такая Во многом Трагичная Конечно В истории Нашей Эта ночь Также является Воспоминанием Вот той Страшной Трагедии Что разыгралась Сто лет назад Ровно сто лет назад Тому Именно в такую ночь На Великой Октябрьской Социалистической Революции Вот так вот Кстати Я ж Не опубликовал еще одно видео Сегодня записывал там В парке Прогуливаясь Но уже поздновато Уже Приветствую тех Кто будет в записи Смотреть это все Потому что все снимается Еще на камеру И вся эта ночь Бдение Будет Я буду стараться Выходить Онлайн Вот так вот В эфир В прямой эфир Выходить И Молиться Делиться Словом Божьим И также Жду подключения Наших священнослужителей Чтобы Тоже можно было бы Вот так вот В эфире Вот делиться Также Пониманием Слова Божьего Делиться Молитвами Псалмами Стихами Вот Слава Богу В общем-то Очень много уже Есть таких тем Этой ночи Предстоящей Сегодняшний Этот вечер Этот вечер Вот Час Сейчас подключение Уже Да Уже все Официально уже началось Время эфира Приветствую всех Братьев Сестер Вот Это время Молитвы И я Буду об этом Паки-паки Что называется Снова и снова Говорить Время покаяния В Коммунизме И я назвал Этот эфир Даже Вот В сетях Социальных Где объявление Давал Вот сейчас Буквально Час назад Вот Я назвал Это Декоммунизация Сознания Действительно То Что произошло 100 лет назад Ровно 100 лет тому назад Является Очень страшной Трагедией Не только Даже наших Стран Каких Непосредственно Коснулась Эта беда Стран Бывшей Российской Империи Или же Советского Союза Впоследствии Вот Но И Так или иначе Большинства Стран мира Беда Коснулась Напрямую Так или иначе Большей части Человеческого Рода Страшная Трагедия Разыгралась И То Знаете Если Вспоминать Ну я сегодня Из истории Христианства Буду примеры Приводить Но это Чуть позже И так же Из истории Не только Христианской Церкви Но из истории Израиля Хочу примеры Приводить И из древнейшей Истории Еще Примеры Приводить Библейской Истории Истории Доисторической Будем так Эпохи Нам нужно Очень много Сегодня будет Прояснить Пролить свет Божий Божьего слова На очень Многие события Прошлого Чтобы увидеть В свете Евангельском В свете Библейском Сегодняшний день И чтобы Нам Восклонить Главу И Взирать На начальника Веры И совершителя Веры Иисуса Христа И ждать Грядущий Знаете ли Грядущий день Во славу Господа Иисуса Христа И Так вот И В 19 веке Отце Основателя Коммунизма Или как у нас Говорили Марсизм Ленинизма Маркс Энгельс Я думаю Многие из вас Помнят Или же Уже Слава Богу Не помнят Но Надо некоторые вещи Помнить Чтобы Подобное Не повторилось И чтобы Понимать Процессы Происходившие Тогда И происходящие Сейчас Чтобы Библейский Взгляд Был у нас На прошлое Сегодняшнее И будущее Библейский Взгляд Не просто Человеческий Наш Не просто Политический Не просто Религиозный Не просто Христианский Не просто Церковный Не просто Какой-то еще Другой А именно Библейский Евангельский Взгляд И Сразу Скажу Что Несмотря На Обилие Информации Мы Люди Много Что знаем В этот Век Информатики Много Что узнаем Знания Умножаются Действительно Исполняется Пророчество Библейское Что знания Умножаются Действительно Умножатся И как Вот Была программа Апокалипсис Да Там Говорили Какие-то Исследователи Христианские Что По данным Ученых Каждых Семь лет Последних Знания Умножаются Вот Представьте Объем информации Увеличивается В два раза Как минимум Вообще Удивительно Конечно Значит И Однако же Несмотря на Обилие знаний И познаний И знания Значит Часто Да Это Человеческий Род Вгоняет Чуть ли не В депрессию И в Библии Говорится Что люди Будут Даже Издыхать От страха Умирать От страха Предыдущими Бедствиями То есть Библия И Евангелие Описывают Последнее время Как время Стресса Постоянного Такого Постоянного Тревоги Постоянного Стресса Нервного Срыва И Увеличивающие Количество Смертей На почве Этого Но в общем-то То что Библия Говорила Два тысячелетия Там назад И что Еще в Девятнадцатом Веке Казалось Ну как бы Так Чем-то Таким Очень далеким И несуразным Порой даже Многим людям Казалось Но сегодня Это уже Факт Сегодня уже Действительно Даже далеко Неверующие Люди Там и Далекие От религии Далекие От Библии Люди признают Этот факт Что действительно Эпоха Такая Время стресса И время Этих болезней И прочее Но Дамы и господа Братья и сестры Однако же Господь Бог Всемогущий Благословенно Его святое имя Он Однако же Не впадает В депрессию От обилий Информации Он вообще Знает Не просто То что мы Узнаем И то что мы знаем А он знает Вообще все Однако же Это не вгоняет Его в депрессию В скуку Или там В стресс Нет Он полон оптимизма Он полон веры Он очень верит В нас Он В людей Знаете ли Это просто уму Нашему Человеческому Человеческому уму Непостижимая любовь Непостижимое доверие Человеческому роду И вот Бог Любит нас Бог верит нам И Он полон Оптимизма И Сегодня я хочу Еще Зачитывать Кое-что Из Ивана Степановича Проханова По крайней мере Я готов Приготавливаясь К эфиру Перечитывал Как раз Его Вот это Фрагменты Из его произведения В котле России Называется Может кто из вас читал Кто не читал То Ну рекомендую В общем-то Для такого Сугубого понимания Вот именно Того что произошло Сто лет тому назад Как бы Все-таки Глазами очевидца Увидеть Тем более Евангельского Верующего Возрожденного Христианина Это очень Думаю Так вот Очень важно И полезно Вот Так вот И Знаете ли И вот Иван Степанович Проханов Еще даже Больше чем Сто лет тому назад Еще При царском Самодержавии Когда Христиан Бросали в тюрьмы В казематы Убивали Когда Очень жестокие Гонения Были Вот При Последнем Русском Императоре Николая Втором На христиан Евангельских Библейских Верующих Всех Была объявлена Настоящая Охота Десятки тысяч Евангелистов Проповедников Миссионеров Были В узах В темницах В заточениях Значит В ссылках Вот И если Даже там Политических И даже Террористов Порой Миловал Царь Вот И царское Правительство Вот И в общем-то Амнистию Даже Объявляли Вот таким Ну Террористам Преступником Преступником Уголовником То Для Евангельских Верующих В царской России Особенно При Последнем Русском Императоре Николая Втором Не было Никакой Милости Никакой Жалости И ни Одна Амнистия Включая Значит Когда Было Временное Правительство У власти Во главе С Александром Керенским Евангельским Верующим Библейским Всем христианам Была Дарована Полная Свобода Из тюрем Вышли Десятки Тысяч Людей Очень разных Баптистов Малакан Духоборов Адвентистов Субботников Очень разных Разных Верующих Миссионеров Проповедников Пастырей И Вот На протяжении Всего Семнадцатого Года Было Ну Будем так Говорить Доселе Неслыханное И невиданное Доселе До того Пробуждение Духовное Потому как Слово Божье Звучало Временное Правительство Объявило Свободу Совести Свободу Собраний Неслыханную Неслыханные Свободы Просто-напросто Были Объявлены И Множество Людей Ими Пользовалось Ну Конечно Нечестивые Свободы Пользуются Для нечестивых Целей Мы это Понимаем Ну А благочестивые Люди Использовали И используют Свободу Всегда В благочестивых Целях Потому что Люди Возрожденные Если мы Возрожденные Христиане То мы То мы Конечно Пользуемся Свободой Ну Как и Всем Что в нашей Жизни Есть В общем-то Как именно Средством К служению Господу Прославления Господа Так вот Ну Я как бы Об этом тоже Буду говорить Но чуть попозже Тоже Из истории Столетней Давности Так вот Я что вспомнил Параханова Параханов Иван Степанович Лидер Евангельского Такого Библейского Христианства Пробуждения Такого Евангельского Сто лет Недавности Он Тогда Еще Еще до Революции 17-го Года Еще Значит В полицарском Самодержавии Когда В застенки Бросали Евангельских Христиан И очень Жесткое Было Суровое Преследование Верующих Библейских Так вот Иван Степанович Сказал Такие Слова Они Стали Крылатами Среди Евангельских Верующих Часто Повторялись Верующими Разных Конфессий Впоследствии Мне Они Очень Нравятся Мне Даже Скажу Так Они Для меня Стали Одним Из Девизов Моей Жизни Христианской Моего Служения Иван Степанович Проханов Сказал Такие Слова Христианин Это Неисправимый Оптимист Христианин Неисправимый Оптимист Вот эти Слова Они Конечно Ой Они Знаете ли Тогда В эпоху Гонений При царском Самодержавии Они Для многих Братьев Может быть Были Непонятны Но Я так Рассуждаю Что Человек Если он Возрожден Свыше Если Любит Господа То Любящим Господа Призванным По его Изволению Действительно Все Содействует Ко благу И Действительно Даже Вот Когда Нас Гонят Мы Конечно Скорби Определенно Терпим Мы Страдаем За Христа За имя Господне Освещаем Имя Господне Но Знаете ли Даже Вот в таких Стесненных Обстоятельствах Верующие Испытывают Небывалое Неслыханное Вот именно Подкрепление Свыше Особенную Такую Радость Даже В гонениях Даже Скажу Особенную Сладость Даже И это Не фанатичное Знаете ли Отношение К страданиям За Христа Это Действительно Особого Рода Благодать Духа Святого Потому что Дух Святой Действительно Укрепляет Верующих Дух Святой Он укреплял Нашего Учителя Господа И Спасителя Нашего Иисуса Христа Дух Святой Укреплял Его До Креста Он Вел Его На крест И на кресте Укреплял Его Духом Святым Иисус Принес Себя Непорочного Агнца Божьего Богу Принес Жертву Именно Духом Святым И Конечно Это Уму Человеческому Непостижимо Как это Может быть Но даже На кресте Страдающий Мессия Он Не проклинал Своих Убийц А благоставлял Он Не Знатели Не молчал Даже Не терпел Просто А он Действительно Любил Он Из сердца Его Изливалась Эта Великая Любовь Которая Действительно Нашему Человеческому Уму Непостижима Она Постижима Нам Людям Лишь В Духовном Таком Переживании В Духовном Возрождении Вот Это Действительно Чудо Божьего Преображения Божьего Спасения Божьего Возрождения Вот И Когда Христиане Вот Страдали То И Страдают То Испытывают Конечно Это Сильнейшее Укрепление Духом Святым Я Тоже Как Верующий Многожды Но Некоторые Моменты Особенно Сильно Испытывал Подобные Утешения Духа Святого И могу Этим Свидетельствовать И делиться Сегодня Хотя Когда Проходишь Эти Определенные Испытания Гонения То Они Конечно же Не кажутся Медом И Они Очень Горьки Порой Знаете Ли Они Порой Очень Такие Ну Очень Непростые Но Когда Пройдешь Проходит Время Особенно Знаете Ты Уже Со Страны Чуть Начинаешь Видеть Все Это Происходившее То Ты Начинаешь Больше И Больше Все Больше Больше Благодарить Бога Создателя За Его Великую Любовь Вот И Действительно Прославлять Господа Начинаешь Как в той Песне Поется Если вы Знаете Эту Песню Можете Подпевать За мной Я Вообще Честно Говоря Нет У меня Сборника Сейчас Нет Здесь Собой К сожалению Был Сборник Такой Песнь Возрождение Может Кто Знает Кто Не знает Но Есть Такой Сборник Потрясающий Сборник Просто Я его Просто Очень Люблю Просто Обожаю Многие Эти Песни Просто Действительно Они Настолько Такие Трогательные Ну Далеко Не все Конечно Там Песни Как в любом Сборнике Разные Песни Бывают Но Там Есть Такие Песни Которые Действительно Они даже И рождались Их Предыстории Потрясающие Там Действительно Многие Песни Рождались В узах Когда Братья Наши Были Многие Песни Там Баптисты Песятники Там Адвентисты Там Разные Верующие Были В гонениях Евангельские Мыслящие Библейские Верующие И вот Еще и Сто лет Назад Писались Эти Псалмы И позже Дописывались Многие Псалмы Ну Как и Сегодня Конечно Сегодня В наш Век Такого Пробуждения Неслыханного Духовного Знаете ли В нашу Эпоху Уже 21 Столетие В наше Время Когда Как говорится Космические Корабли Бороздя Просторы Вселенной Действительно Рождаются Чудесные Псалмы Просто Я Очень и Очень Благодарен Богу За вдохновение Духа Святого Хотя Я не Музыкант Я не Композитор Я Не певец Я художник Вообще По своей Специальности Доцерковной И Для меня Моим Средством Выражения Является Живопись Графика В основном Живопись Пейзаж Допустим Краски Холстые Кисти Это Мои Инструменты Которыми Выражаю Я Своё Сердце Как Допустим Поэт Стихами Композитор Музыкой Сочиняя Музыку Певец Пением Музыкант Игрой На Инструментах Музыкальных Из сердца Выносит Человек То Что Бог В него Помещает Это Вдохновение Потрясающее Слава Богу Но Есть такие моменты Конечно Вдохновение Порой Приходит Знаете Вот Здесь По парку Прогуливался Я Каждый день Прогуливаюсь По парку И Очень Хорошее Сейчас Время Правда Мало Солнца В Киеве Эти дни Но Знаете Здесь Нашей Киевской Архипископии Сейчас Нахожусь Я В нашей Церкви И в Киеве Эти дни Мало Солнца Но Но Алэш Знаете Даже В пасмурной Погоду Осенью Есть своя Прелесть Есть своя Изюминка Я прогуливаюсь Иногда Посещаю Такое Вдохновение Знаете Как говорится Руки к перу Пирог к бумаге И все И пошли То стихи То еще Рождаются Хотя Я не поэт Но Иногда Тоже Нахлынет И пишу Что Вот И Но Вдохновение Действительно Потрясающее Люди Испытывают В разных Ситуациях Но Когда Знаете Гонения Испытания Определенные В жизнь Приходят То Особая Близость Бога В это время У верующего Переживание Такой особой Близости Всегда Бога Особой Радости В Боге Уму Непостижимой Человеческому Тем более Невозрожденному Вообще Непостижимой Как можно Радоваться Как Павел Писал Наш брат Апостол Божий Призванный Он писал Радуйтесь Говорит И сорадуйтесь Мне Хотя был В гонениях И таких Очень жестких Таких жестоких Слава тебе Господь И хочу Вспомнить Псалом Один Опять-таки Нет под руками У меня К сожалению Песни Возрождения Сборника Но там Есть такие Слова В этом Псалме Славьте Бога Называется Псалом Славьте Бога Каждое Мгновенье В мыслях Ваших Чувствах И делах За его Творца Долготерпенье К миру Гибнущему Во грехах Славьте Бога Славьте Вы Бога Славьте Всей душой Нас Он Спас Собой Славьте Бога Славьте Вы Бога Слава Вечная Ему Славьте Бога И дальше Я всех Не помню Этих Куплетов Но Очень Потрясающий Псалом Очень сильный Я Очень Переживал И переживаю Часто Особенно Близость Бога Когда Пою Вот эти Слова Вот И Там Слова Как раз Особенно Касались Меня Не раз В этом Псалме В этом Христианском Гимне Слова Есть такие Что Средь Мучений И среди Скорбей Славьте Бога Славьте Его Бога Вот И Это Действительно Так Оно И есть И мы Славим Бога И этим Укрепляемся Даже Наш Отец По вере Нашей Отец Веры Авраам Он Прибыл Тверд Верою Воздав Славу Богу То есть Славля Проставляя Бога Он Испытывал Особенную Твердость И укреплялся В вере И пребывал Твердым В вере Именно Проставляя Воздавая Хвалу И Проставляя Создателя Своего Господа Бога Нашего Бога Авраама Исаака Якова Бога Патриархов И пророков Отца Нашего Небесного Который Через Иисуса Христа Сегодня Действительно Великий И прославленный Во всех Народах Во всех Племенах Вот И Сам Господь Иисус Агнец Божий Является Действительно Светом К просвещению Всех Народов И славой Народа Своего Израиля Слава Господу И дорогие Друзья Тем кто Подключился Сейчас Или подключается Напомню Что сегодня Особенная Такая Ночь Бдение Молитв И в разных Церквях Конфессиях Я так Уже Наблюдаю Тоже За публикациями И у Баптистов У меня Много Друзей Баптистов Песиатников Очень много У меня Друзей Харизматов Много Друзей Адвентистов Очень разных Методистов Лютеран Католиков Православных Разных Разных Направлений Я допустим Как представитель Именно такого Обновленческого Такого Движения Реформаторского Такого Евангельского Православного Движения Вот Но Есть и такие Более или менее Ортодоксальные Есть вообще Ультра Ортодоксальные Такие Православные Допустим Старобляческого Такого Толков направления, толков различных направлений. Но я так вижу по публикациям, что очень многие очень серьезно относятся к тому, что произошло 100 лет назад и молятся о том, чтобы действительно проклятие, всевозможное было разрушено в сознании людей, чтобы действительно произошла вот такая декоммунизация сознания. Я, кстати, даже видео это в объявлении а, даже я вижу даже и здесь, я успел подписать эту трансляцию как раз вот за пару минут до начала и назвал ее «Столетие трагедии 1917-2017 «Декоммунизация сознания запятая покаяния». Вот так вот. И само слово покаяние я думаю, что кто из вас знает, я так, сейчас у нас, кто подключился я не вижу, к сожалению, кто именно подключился сейчас но из тех, кто подключился кто может давать комментарий то значит, вот слово покаяние кто из вас помнит как вот оно оригинально ну, на греческом языке Новый Завет написан же был на греческом языке Как оно переводится на греческом языке? Звучит вообще это слово. Ну, оно переводится как покаяние, а как оно звучит на греческом? Кто помнит? Есть ли кто из присутствующих сейчас в сети, в этой трансляции, в этом эфире, кто слово покаяние может на греческом вспомнить? Как оно в оригинальном языке Нового Завета? Потому что Ветхий Завет написан был на еврейском языке, на еврите, поэтому еврит нужно изучать, безусловно, особенно проповедующим Слово Божье. Да и всем не грех это сделать, это наоборот очень благочестиво. Язык Господний знает. А Новый Завет написан, хотя был еврейскими апостолами, но был написан на греческом языке. А в то время, 2000 лет назад, многие даже и евреи-то уже подзабывать стали свой отеческий язык. Вот, и греческий был языком межнационального общения, можно так выразиться. Как вот русские называли у нас язык, значит, тогдашний, ну, в бывшем Советском Союзе. Вот. Вот. Я не вижу пока комментариев, или, может, что-то я просмотрел, или проглядел, но, значит, я, короче, сам скажу тогда. Значит, если кто не знает, не знает. Но обычные христиане, многие сегодня уже это знают. Вообще, многие термины я рекомендую, вот, выписать себе в тетрадочку термины на греческом языке и на еврейском языке. Такие основные, богословские такие, ну, христианские такие, евангельские термины, библейские термины, основные. Знаете почему? Чтобы, ну, лучше понимать смысл Господнего Библейского Слова. А еще рекомендую, вот, я на телефон, значит, себе, на вот, на ноутбук скачал Библию с номерами Стронга. Вот, рекомендую всем, есть разные бесплатные такие вот издания, значит, там, в сети можно скачать, значит, Библия с номерами Стронга. Значит, и на английском языке она есть вообще в полной версии, полная, там, со всякими справками, там, куча информации вообще еще больше, намного больше. Вот, на русском языке есть, на украинском, если не ошибаюсь, но, то есть, уже на разных языках есть уже издание-то в интернете. Вот, и с номерами Стронга, то есть, подключаете опцию такую, значит, я еще не умею так показывать на экране, как бы, чтобы это было в трансляции, но научусь тоже этому делать. Я посмотрел, как братья смотрю, очень ловко так делают, как бы, я тоже постараюсь этому, это освоить, эту, такую технологию, как бы. Вот, но, если вы скачаете Библию с номерами Стронга, то вы откроете, там такая опция, как раз номера Стронга называется, поставить их, вот, значит, ну, как бы, чтобы она была, значит, перед вами. Нажимаете любое это слово библейское, и оно открывается, значит, именно в оригинальном, как раз, языке, с разными комментариями, значениями этого слова. Так вот, греческое слово метаноия, я вот не буду вас томить долго, покаяние, как раз в конце, о заглавии этой трансляции, слово покаяние есть. Так вот, покаяние, по-гречески метаноия, оно переведено, слово метаноия, от, значит, ну, как бы, на русский язык, как покаяние. Так вот, и метаноия означает перемена мышления, изменение сознания. Вот, хотя, по совести, конечно, метаноия, это больше, все-таки, такой философский термин, ну, греческая, греческий язык, он во многом язык, именно, как сказать, философии. Больше язык, именно, вот, ну, как тоже выразиться, мыслителей, философов, именно, в отличие от еврейского языка. Вот, еврейский язык, я Маяковского перефразирую иногда, так, на лекциях, и говорю так, что еврейский я бы выучил только за то, что им говорил сам Машех, сам Мессия, сам Христос. Так вот, и еврейский язык, что он не имеет ни прошлого, ни будущего, там, там, такое, очень интересное, язык вечности, будем так говорить. Слава Иисусу Христу, пишет брат Иван. Да, слава навеки Богу Святому, рад очень, да, сегодня тоже вас видеть, один из таких постоянных братьев в моих эфирах, слава Богу. Да, благословляю именем Господнем Ивана, значит, всех братьев, кто подключился, сестер, вот, значит, и также, если у вас есть какие-то свои переживания, свидетельства, тоже пишите, не стесняйтесь. Вот, или же здесь, на общее обозрение, или же, если есть что-то такое, там, ну, деликатное, допустим, какие-то вопросы такие, то, значит, да, значит, то на e-mail пишите. Покаяние метанои, греческое переменное сознание, переосмысление. На норвежском, а, разворот, да, вы норвежский знаете? Я норвежский не знаю, я слышал его, но, как бы, мне он такой чудным, таким чудным показался. У нас был норвежский кот лесной, но уже, уже покойный, уже, вот, ушел в вечность уже, значит, очень хороший был кот, вообще, просто член семьи, знаете ли, и, ну, Норвегия для меня ассоциируется теперь с нашим вот бывшим тогда котом. Вот, очень интересный был, да, слава Богу. И вот, ну, норвежский язык я не знаю, но на греческом тоже переменное сознание, да. Что позитивно для христиан во время СССР. Ну, я еще скажу все-таки по поводу покаяния, что метанои тоже использовалось в старой эллинской армии, греческой армии, как команда, кругом, раз, два. То есть, как команда тоже использовалась. Но еврейское слово метанои, еврейское слово тшува, то же самое, что покаяние, оно еще более глубже, но об этом чуть попозже. Вот, брат Иван спрашивает, как вы думаете, что это было позитивно для христиан во времена СССР? Ну, конечно, вообще, не то, что там думаю, я уверен на все сто. Значит, дело в том, что любящим Господа, призванным по его изволению, все, абсолютно все, без исключения, все. Во все времена, в любом поколении, при любом режиме, политическом, религиозном, при свободе и гонении, когда нас хвалят и когда ругают, все, абсолютно все, содействует ко благу. Поэтому для меня даже вопрос такой не стоит, было ли что-то хорошее там для христиан, не было ли, сейчас, есть ли что хорошее для христиан, нету, или любящим Господа. Те, кто не любит Господа, не имеет любви отчей в себе и не призваны по его благоизволению, то все, абсолютно все, не к добру. Даже и свобода, и гонение, все, что угодно, не на пользу. Знаете ли, а доброму человеку на здоровье все, хорошему человеку на здоровье, вот, добрым людям на здоровье, будем так говорить, как вот в той песне поется. Вот, а если человек любит Господа, имеет в себе любовь отчую, то есть любовь отца в своем сердце, и он призван Богом, то, знаете ли, дамы и господа, все ко благу. Вот, и даже эпоха гонений, знаете ли, она действительно, даже вот брать, не то, чтобы СССР, даже брать там такие очень жесткие, такие там времена, там, римские гонения, что вы думаете, это было не на пользу церкви, даже и это было на пользу церкви, на пользу верующим, все. Вот, и в стесненных обстоятельствах, сейчас, допустим, многие христиане, ну, простите, как бы, значит, за комментарий, может быть, такой не очень, но, как бы, ну, порой жиру бесится, знаете ли, вот, ну, положу руку на сердце, вот, я так скажу. Вот, не только сейчас, вообще-то свойства человеческой природы, это, как бы, еще от падшего Адама, от старого Адама в человеке. Ну, евреи это называют эцерара, злое начало в человеке, вот, ну, мы, христиане, обычно это именуем первородным грехом, там, или чем-то, ну, хрен редкий, не слаще, в общем-то. Так вот, и, как бы, вот это желание конформизма, моя хата с краю, ничего не знаю, там, и прочее, значит, вот, как бы, себя для себя, эго, значит, человеческий эгоизм, вот это все, конечно же, особенно в периоды мира, свободы, это очень сильно проявляется пышным цветом. Знаете, как знаете, вот сорняки на огороде вы специально же не сажаете, да, вот, ну, не посмотри за огородом, оставь его в небрежении, летом, допустим, да, на пару недель, потом приди, посмотри, что там будет уже, уже откуда-то сорняки, я же их не сажал, их и не надо сажать, они уже там уже по умолчанию уже есть уже, вот в чем дело. Что-то хорошее вырастить, да, надо уже без труда, как говорится, не вытащишь и рыбку из пруда, надо уже приложить усилия, господа, надо уже постараться, попотеть. Так и во всем, не только там в огороде, это так, примеры, иллюстрации. Так же вот и в воспитании, так же вот и в нашей, ну, во всем, абсолютно во всем, в умственном процессе, физическом и прочее. Вот, как, я сам художник по своей специальности, я уже говорил, да, сегодня, до церковной специальности моей, художник-оформитель, живописец, пейзажист, вот, и, ну, у меня много друзей всегда было музыкантов. Ну, так получилось, я вообще очень люблю музыку, как вот, ну, слушательно, и вот очень как-то, особенно, чуть ли не мистически, прям, вот, я очень сильно переживаю, когда вот люди вот могут действительно вот проставлять Бога, особенно на музыкальных инструментах. Для меня это просто как таинство какое-то. Вот, я очень люблю музыкантов, вот, певцов, значит, там, и композиторов. И вот один у нас был очень хороший там знакомый, скрипач, и он приводил пример какого-то известного скрипача, изречения, музыканта, который говоривал, что если я, говорит, день не позанимаюсь, то я, говорит, уже чувствую какой-то фальш, могу услышать какой-то фальш в своей музыке. Я, говорит, пару дней не позанимаюсь, уже мои друзья могут услышать какой-то фальш в игре, какую-то неправду. А если, говорит, три дня не позанимаюсь, уже, говорит, и публика может услышать какой-то фальш. Так, вот, извиняюсь, вопрос есть уже. Добрый день, как вы сейчас видите и понимаете священническое служение? Все ли священники? Вот, значит, и дальше, вот, второй вопрос, выходит, нам нужно покаяться за коммунизм. Так, ну, значит, покаяние-то, само собой, как бы, я об этом-то и буду говорить сегодня тоже. Вот, значит, поподробнее попозже расскажу об этом. Я уже, как бы, так пронумеровал темы. Вот, а насчет священства, было ветхозаветное священство, да, значит, которое касательно храма, значит, и оно было таким, ну, как бы, чтобы было понятнее, клановым, будем так говорить. Оно было наподобие жреческого, такого сословия, вот, значит, и оно шло от отца к сыну, и, в общем-то, было в определенном роде. Ну, мы в Библии это все читаем. Значит, то священство, мы его называем сейчас ветхозаветное. Вот, священство новозаветное, то есть, уже христианское, уже наши эры, священство, уже два тысячелетия, оно священодействие, священство, уже относится, как вот правильно заметили, ко всем верующим. Верующим. Независимо от того, какого-то рода племени, еврей ты или не еврей, независимо от того, ты мужчина или женщина, значит, независимо от того, ты один, еще только первый день верующий, или ты уже там уже лет 50, или больше верующий, несешь Слово Божье. Независимо ни от чего, ни от образования, там, семинарского, там, или отсутствия оного, независимо, значит, от капитала твоего, значит, ты гол как сокол, или ты, значит, знаете ли, вот, значит, богатей, неважно, ни от чего, не зависит абсолютно, красив ты или некрасив, значит, там, умен ты или не умен, высокообразовенный или невеждая вообще. Сегодня священство для всех открыто верующим, потому что наш первосвященник, согласно Библии, это сам Господь Иисус Христос, никто иной, как Господь Иисус Христос. А вот, допустим, вот, у нас в православии, допустим, вот, есть, да, священство, понятие священства, это вот, как бы, вот, я сейчас представляю собой православное духовенство, вот, это не того рода священство, абсолютно не ветхозаветное священство. Это, как, допустим, в протестантских церквях, это вот пастыри, служители, евангелисты, но Господь вообще ненавидит николаитство, николаитство, то бишь, ну, там, возможно, идет речь и о древней ереси определенной, но по контексту всей Библии видно, что николаитство идет речь, о котором Господь говорит, что он ненавидит учения и дела николаитов. Вы знаете ли, это не просто какая древняя ересь, а это разделение в христианском уже новозаветном братстве верующих, братьев и сестер, на, вот, именно разделение на, вот, пастырей, как бы, и, значит, я начальник, ты дурак, ну, так, грубо говоря, если, вот, я, значит, там, священник, а ты прихожанин, захожанин, ухожанин, прохожанин, там, и прочий парафиянин, вот, значит, что не поп, то и батька, выражение такое, знаете ли. Вот, все эти вот такие извращенные представления, они в христианство входили вместе с языческим этим духом, когда большая часть обращенных все-таки была еврейского народа, в первом столетии, я имею ввиду, подобного безобразия не было. Значит, но, когда уже во втором столетии большая часть обращенных ко Христу, принявших Иисуса как спасителя своего Господа, своего личного, было из неевреев, и тем более после трагедии уже рассеяния, начала рассеяния страшного этого, то, к сожалению, многие процессы эти вот, они пришли в жизнь церкви, вот, уязычивание началось христианство, но до Константина это не имело трагических еще последствий, а уже после Константина, к сожалению, вот, начало четвертого столетия эпоха, к сожалению, к великому, вот, начался период великой деформации мирового христианства, сейчас эпоха великой реформации, уже пять столетий продолжающийся этот год, 2017, он является для нас юбилейным годом, потому что, ну, общихристианским таким празднеством мы празднуем, отмечаем пред Богом в молитве с благодарением пятисотлетие со дня начала великой реформации и обновления мирового христианства. Мы проводили собор в нашей церкви, даже вот реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, у которой я являюсь, проводили собор, чтобы почтить эту дату, этот юбилей, но не только собором, не только отдельными встречами и конференциями, но весь этот год, он у нас в календаре обозначен именно как год празднования пятисотлетия со дня начала великой реформации и обновлений мирового христианства. Пятисотлетие со дня окончания эпохи, многовековой эпохи великой деформации, деградации мирового христианства. И вот как раз по поводу там всеобщего священства вопрос был, значит, вот как раз именно эпоху великой деформации, великой деградации мирового христианства, которая так или иначе продолжилась до 1517, того самого года благословенного, вот это действительно было вот именно очень характерно. Цезарь Папизм приводил к такому, значит, именно николаитство, уже узаконенное, как канон. Вот вопрос от Ивана Левко, здесь, значит, что вы скажете о услужении Вочмана Ни и Уитнеса Ли и о Новом Завете, восстановительного перевода под редакцией «Живой поток». Следует ли его читать его христианам? Я не знаю, честно говоря, я не изучал детально учения Вочмана Ни и Уитнеса Ли, поэтому я, ну, как сказать, я не могу, как вот, знаете, как в советское время у нас было принято говорить, не читал, но осуждаю. Знаете, вот, я как бы переболел этим коммунизмом, этим духом коммунистическим в свое время. Вот, значит, я выходец вообще из семьи коммунистов, значит, из семьи атеистов, значит, вырос в такой, ну, как бы, ну, как бы образцовой коммунистической, атеистической семье, поэтому, значит, конечно же, значит, я так не говорю никогда. Поэтому, чтобы иметь мнение, вот, ну, я слышал у христиан очень разное мнение, даже в том числе и у пастырей, евангелистов, миссионеров, очень разные отзывы, от восторженных до очень весьма критических даже. Вот, ну, я настолько знаю, что эти братья, они были мучениками за Христа, они, значит, веру сохранили, получили венец от Господа, славы, значит, и прославили Господа в своих судьбах. Вот, а различные учения, различные доктрины, знаете ли, как бы это, ну, уже, думаю, так уже второстепенные моменты. Вот, так, ну, об этом чуть позже можно тоже поговорить. Голландия тоже смотрит. А, привет, я думал, не мог прочесть. Привет, Голландия, Нидерланды, да, Голландия. Был два раза я в Голландии, значит, но я в Бирке проповедовал, значит, там уже Голландия рядом совсем. Вот, и, конечно же, очень полюбил страну эту, вашу страну, Голландию, очень полюбил. Вот, тюльпаны, это просто сказка, знаете ли, это просто восхитительно было. Страна тюльпанов, и вот, также и сырые эти, знаете ли, моя слабость такая. Вот, значит, и много друзей у меня теперь там. Кстати, ну, там были моменты такие, не очень такие, ну, переживания были разные в Голландии тоже. Музей Инквизиции, допустим, в Амстердаме такой, ну, такие навеял, такие, знаете ли, мысли такие, очень такие, ну, непростые мысли будем так говорить. Ну, я этим делился в семинарах и делюсь также переживаниями. Каким должен быть священник? Священник должен быть именно на полное служение Богу, согласно, как и левиты не могут заниматься ничем иным, кроме священства. Или в новом, новом времени может быть по-другому. Алексей Ермаков, Алексей Ермаков, я, значит, скажу, что из опыта своего, я лично, если вот брать меня, да, я забрать, пусть братья, каждый сам за себя скажет уже, и священников, допустим. Есть в христианстве очень разные взгляды на эту тему, как бы, и у меня много друзей в разных конфессиях, в разных динаминациях. Есть друзья на полное время, на зарплату, значит, на служение. Другие есть, братья мои и знакомые мои, очень хорошие друзья, христиане, служители, много лет уже служители, но они не получают даже копейки с церкви. Они сами, наоборот, вкладывают со своего бизнеса, они еще занимаются бизнесом дополнительно, работают, как Павел, допустим, там, у него бизнес был, там, палатки шил, да, значит, свое дело у него было, в смысле, по-русски. Вот, значит, и он еще помогал нуждающимся. Вот, у меня и такие братья есть, тоже знакомые, даже епископ один есть, 50-ник, который не получает с церкви зарплату, значит, я знаю точно это, а он, наоборот, сам вкладывает со своего кармана, значит, в церковь. Вот, и плюс еще снабжает нуждающихся финансово, в том числе и меня поддерживал некоторое время, некоторые годы даже, слава Богу. Вот, значит, и сам за себя скажу, что я на полное время, на полном служении, из меня бизнесмен, честно говоря, никудышный. Вот, я пробовал, было тем, тем, думал заняться, но я понял, это не мое совершенно, как, знаете, один раввин. Еще в средние века, по-моему, один раввин, значит, тоже хотел заниматься каким-то делом, значит, потому что другие служители там в синагоге, они чем-то занимались, а он, вот, ну, вообще, ну, просто свыше не предназначен был для бизнеса. И он пробовал тем заниматься, пробовал тем заниматься, чтобы, значит, ну, как бы, не просто от синагоги получать содержание определенное, а чтобы еще, как бы, и зарабатывать, что-то, копейку какую-то. Потом он плюнул и, короче, сказал, что из меня никудышный, короче, никудышный бизнесмен, говорит, и настолько я не приспособлен, ну, я так перефразирую сейчас его слова так просто, настолько я не приспособлен, говорит, для этого, для, вот, именно, вот, даже купи-продай или чем-то еще заниматься. Что, говорит, если я займусь, говорит, даже похоронным делом, казалось бы, ну, беспроигрышно, да, значит, все время клиенты, ты без хлеба, без куска не останешься по-любому, значит, казалось бы, да, и этот Рэбэ сказал так, даже если я займусь похоронным ремеслом, люди прекратят умирать вообще. То есть, ну, как бы, такое у него было выражение. Ну, то есть, и вывод такой делали, и в том числе и еврейские, не только христианские мудрицы, что каждый должен делать свое дело, свое дело, свою работу. Вот, значит, и я считаю, что мы не под законом христиане, особенно в новозаветную эпоху, вообще, думаю, ну, смысла нет, такие вопросы даже, ну, ставить неуместно, потому что в новозаветную эпоху мы не под законом, и нельзя, как бы, даже, считаю, ставить правило только вот так или только вот сяк. Вот, только на зарплату и на полное время, или только работать своими руками, значит, и из церкви собрание не получать никакого абсолютного содержания благоставения. Ни в коем разе. Хотя у нас священники, ну, все священники наши, вот, да, нашей киевской архиепископии, и епископы, и священники все, будем так говорить, ну, сами работают. С церкви иногда некоторые наши служители получают некоторые благоставения, но это крайне редко бывает, и весьма незначительные символические суммы такие, больше там, как бы, внимания ценятся даже, чем, то есть, на это не проживешь, безусловно, значит, в нынешний век, но, как бы, более, чем скромные благоставения получают братья, вот, иногда и только лишь, а в основном все работают. Вот наш благочинный киевский, допустим, вот сегодня у нас что у нас? А, сегодня вторник уже, да? Ну, вчера он был на смене. То есть, он работает на зарплату, то есть, работает, сейчас сторожем работает в данном случае. Слава Богу за все истории, это уроки жизни, из которых мы должны сделать выводы. Много людей были вынуждены эмигрировать, чтобы сохранить жизнь с семьями и детями. Революция принесла много горя крестьянам. Да, сестра, да, Наталья, да, Наталья, сестра, конечно, да, это великая была трагедия, потому что, возвращаясь, вы вернули вашим вопросам мое размышление как раз, собственно, к началу, как бы, этой трансляции, потому что, да, кстати, еще скажу, что, кто сейчас онлайн, кто в эфире сейчас, то, значит, эти трансляции все будут в сети. То есть, вы сможете в записи все это посмотреть. Поэтому, если вы просмотрели начало, не беда, вы можете потом это сделать. И вот, дамы и господа, братья и сестры, конечно, несчастливое страдание принес бунт, революция, переворот. Вот, вообще, знаете ли, когда неверующие люди вершат политику, знаете ли, судьбы решают и свои, и народов, то ничего доброго из этого, как правило, родиться не может. Потому что, когда человек, он ослеплен похотью, знаете ли, гордостью, значит, мамоной, чем угодно, он не способен ни себя осчастливить, ни окружающих. Вот, но когда праведники и свои судьбы вершат, совершают, знаете ли, свое спасение, и пекутся об окружающих их людях, то это несчастливые благословения приносят народам. Когда праведники умножаются, то действительно, и тем более, когда они совершают великое для своих семей, своих народов, это великое благословение для окружающих, для всех. Вот, и местописание, которое я обозначил, как раз вот на чтение сегодняшнее, ну, как бы несколько мест писания, я буду в течение ночи подключаться, буду стараться, если, даст Бог, получится все, то всю ночь делать такие вот, часовые такие программы. Но, но, местописание из второй хроники, Паралипоменон, Паралипоменон, вторая книга, 7.14, знаменитое местописание, многие христиане помнят это на память, я прочту в переводе здесь синодальном. И смириться пишется здесь, ну, там по контексту, те, кто помнит, идет речь там о храме, том самом еще, том первом храме, и его освящении, и Божьем, Божьем слове, которое было тогда провозглашено свыше для этого храма, для вот тех верующих. Я сразу скажу, что, конечно, того храма давно уже, давным-давно уже нету. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. И того храма, и потом восстановленного храма второго, как мы его называем еще, его тоже уже давно нету, уже два тысячелетия уже. А мы живем во времена строительства, активного сейчас строительства третьего храма. Третий храм, он уже два тысячелетия строится, он, этот храм мы, верующие. Этот храм вы, храм Божий, как вот на Руси говорили, храм Божий обшит кожей. Или храм не из бревен, а храм из ребер, так говорили старцы на Руси. И эпоха третьего храма, стройка двухтысячелетий уже, знаете ли. И основанием этого храма, третьего уже храма, самого великого вообще, основанием является сам Иисус Христос, Господь, Бог и Спаситель наш. И главою, куполом как бы этого храма третьего является сам Иисус Христос. И весь этот храм, он из живых камней состоящий, уже строится два тысячелетия. Правда, стройка иногда замирала, как бы затихала, и казалось уже, она вообще даже уже долгострой какой-то, знаете ли, и разрушится. Но нет, Бог, пять столетий назад стройка закипела, Бог благоставил новых прорабов, и, в общем-то, стройка по новой закипела, мало-помалу. И вот и сейчас она вообще полным ходом идет, вообще, эта стройка. Слава Богу. Но я к чему говорю, что слова, сказанные еще тогда, при первом храме, они для нас, сегодняшних верующих, очень и очень значимы. Потому что мы переосмысливаем все новозаветно в формате, все новозаветными уже своими такими образами. И, конечно же, это слово, эти слова Божьи, они сияют заново, они сияют по-новому совершенно. Удивительно. Ну, судите сами. Слова Божьи сказаны еще во времена первого храма строительства, ну, освящения уже, благословения. И смирится народ мой, говорится, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Там перед тем говорится о дожде, если не будет дождя, ну, и вообще кризис, проблема из-за грехов наших, знаете ли. Интересно, что в новозаветную эру эту, в новую эру, в новую эпоху эту, вот от двухтысячелетнего, уже третьего храма, как мы говорим его, строительства, где прорабом является сам Мессия, сам Машех, знаете ли, где все это тело Христа, весь храм это тело Христа, вот эти слова, они сияют заново, они сияют по-новому, в новом свете совершенно. И знаете, друзья, сегодня, когда, не просто там в Иерусалиме, не просто где-то еще, сегодня верующие на всяком месте поклоняются Отцу в Духе и в Истине. Вот, к примеру, вот сестра написала, нас Голландии, допустим, смотрят, слава Богу, кто-то с Украины, кто-то с России, кто такие званные, кто такие избранные, ну, все званные, да и все избранные, кто откликается на приглашение, тот и есть избранные. Ну, как бы это так упрощенно, конечно, детально более это тема отдельных учений и проповедей. Я в семинарах своих по истории христианства, вот основных моих семинарах, значит, я об этом более подробно рассказываю, конечно, вот, толкую вот эти места Писания в том числе. Вот, и на всяком месте мы молимся, возвращаясь в тему, мы молимся к Богу, взываем к Нему, и в эту эпоху Новозаветную Господь совершал и совершает великие чудеса свои. Здесь, когда вот у нас здесь в студии, будем так говорить, такой импровизированный, здесь в нашей Киевской архиепископии, когда кто смотрел прежние записи, допустим, или в эфире, я был вместе с нашим благочинным отцом Алексеем, вместе еще с братьями, с сестрами, кто приезжал на такое всеношное бдение наше. Вот, вот это всеношное бдение, которое последнее, которое мы записали, ну, всю ночь, почасово так вот записывал, вот, это, конечно, те помнят, что провозношались эти слова. Я сейчас, нет, я продолжу, продолжу эфир, я думал почасовое сделать, нет, продолжу эфир уже, пошел второй час эфира, но я не буду прерывать, значит, я буду продолжать говорить, вот, и, значит, только, наверное, вот, прерву сейчас.